Ребята, всем привет-привет, вы на канале Мистер Лагина. Сегодня мы вам хотели покатиться, как мы круто катаемся на самокате. Это мост Свободы. Значит, почему? В этом месте было наибольшее количество перебежчиков из соцлагеря, из тогдашней Чехословакии в Австрию. Здесь погибли десятки, даже сотни людей при попытке пересечь границу. И когда уже соцлагерь разрушился, то Австрия вместе со Словакией построила тут такой мост Свободы, он называется. Сейчас мы проедем все по нему. Поехали. Да, едет очень тихо. Так, сюда нам поворачиваю. И сейчас мы заезжаем на этот мост. Севаст, а сейчас, поверь, тут мост, по-моему, длится 2 и с чем-то километра. Ну, вверх, вниз, он такой. И вот этот зеленый мост Свободы. Он уже открыт, зимой он был перекрыт из-за карантина. И прямо посредине этого моста проходит граница между Австрией и Словакией. Вот здесь уже стоял ограничитель. А сейчас здесь можно пройти. Горка? Ну, там и есть, там и есть горка. А потом с этой горки будет, знаешь, какой спуск шикарный. Вон, мама нас догоняет. Мы уже где-то подходим к территории Австрии. Это еще Словакия. Это Марава, речка Марава. Маленький приток Дуная. И вот тут вот через вот эти все плавни, через камыши, через все эти багна, люди тайком пытались вырваться из соцлагеря и попасть в свободный мир, в вильный свит. Вот Марава. Ну, такая речка, может, метров 50 в ширину. Где-то так. Ну, и тут она распадается на множество всяких ручеечков, рукавов. Здесь было легко прятаться от пограничников в этих всех плавнях. Людей искали с собаками. Тут протягивали электрическую проводку с открытым током. Пускали по ней ток. Многие люди были убиты током. Закладывали мины. В общем, боролись с теми людьми, которые хотели выбраться из Савка. Тут очень классно. Прикольно, что этот мост, он такой горбатый, он как бы идет такими волнами. Вот там Словакия. А вот тут Австрия. Ну, да, мы по ней как раз ходили. Ну, будут к нам возвращаться. Дорожка без автомобиля тут не страшная. И вон уже вдалеке видно ветряки, электрические тюнильницы. И вон тоже ветряки. Поливалки большие. В общем, цивилизация. Вы знаете, о чем говорите? Эмоции просто зашкаливают. Вы представьте, что вы сейчас будете ехать до вот такого, до полности бесстароктящего. Такое вот классно. Савакати, да вот такой вот горький, прям вообще. Угу. Просто зашкаливают. И сейчас просто все. Вся в умасе. А, когда вы будете. Водичку будете? Конечно. Только в том, что... Нормально. Теплая. Эксперт. Про. И вот эта дорожка ведет прямо до дворца Шлос-Хоф. Который виднеется вдалеке. Да, да. Не, это дворец. Перед ним там идут парки. Было бы классно туда зайти и попасть. Все. Вот это уже Австрия. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Так, эта дорога перекрыта для машин. Просто снимаю. Вот. Вена отсюда в 36 километрах. Слушай, это на велике. Час, полтора часа езды. Хайнбург в 19 километрах. Данау-Радвег в 12. И какой-то Энгел. Раз, раз, раз. Шлос-Хоф. Полтора километра. Вот это Шлос-Хоф. Вот это и есть этот замок. Полтора километра. Ну, правильно. Это центральный вход. Вот тут шикарные ворота. Сейчас я хочу, чтобы мы подошли. С этой стороны именно сняли их. Они просто грандиозные. Да, шикарные просто ворота. Очень красивая ковка. Сейчас я покажу эти элементы. Очень красивая. Тут сами ручки все. Вот так вот. Конечно, тут обалденно. Боже, а там, посмотри на вот это нагромождение вверху всего. Сейчас мы туда, куда-нибудь походим. Так это и хорошо шумало. Идет наша дорожка вдоль такой крепостной стены. Ну, не то, чтобы крепостной. Просто какой-то дворцовой стены довольно длинной. Да, мы свернули с дороги. Ребята, а пока я это все время не снимал. Дальше уж поднимались. Поднимаемся сейчас. В горку. Это просто какой-то трэш. Потому что это 12.30 самое. Жара. Есть всего лишь один плюс. То, что мы в тени. Сейчас. Да. Мы сейчас увидим, что на солнце будет полный пекет. Очень красиво. Не передает сзади в проеме. Там видно, как уже стоит этот замок. Послушайте, мы не идем, как была речка, и возле этого музей совершил все человек. Нет, 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 Лен. Ой, здесь прохладно. Да, мы нашли тут земляничку. Еще до этого. Осторожно, тут есть крапива. Ух ты. Она не сильно сладкая. Да, такая не очень. Черешня была реально очень вкусная. Такая травянистая. Мы вышли из лесу и уткнулись сюда. Да, я думаю тоже, что по вот этой дорожке надо обойти. Шло с хов. Пишет вход там. Дальше вход. А это, я так понимаю, были конюшни. Давайте возьмем. Давайте возьмем. И Сиси. Как раз вот это была императрия Сиси. Нет, это выбрать не будем. Это ж переможец от Евровидения, от Австрии. Это были конюшни императорские. Это дворец Габсбургов был. Вон там фонтанчик. Все, хочу туда. И вот смотри, для Габсбургов притаманно, что у них выкладывалось мелким гравием. Ну, как-то, я не знаю, что-то они любили это. Они ж имели столько денег. Они могли бы выложить все брусчаткой. Ну, почему-то. Может быть, чтобы не спотыкались. Но что-то любили именно. Асфальта еще не было тогда. Ну, просто такой меленький гравий. Чтобы ровненькая дорожка была. Фэшка с такими вот красивыми лицами. Где ты их видишь? Ну, если что, можно будет... У мамы где-то полтинник. У меня, наверное, больше. Вот, подсотку. 50 евро на горожан. Не, да ну, их есть. У нас больше 100. И 150 евро. Деньгами плюс карточкой. Да, все-таки, видишь, они специально здесь разместили на поверхности такого вот... О, вступ до замка. Вступ до замка. Все. Ага, вот вена. Вот мы находимся сейчас здесь. Шлосхоф. И вот вена. Тут уже пишет 62 километра. Но вполне важно, что 30 километров до начала Вены. Потому что Вена очень большой город. А 60 километров до этого. Вот этот замок так выглядит в середине. Найдем. Сейчас найдем воду. Вода 100% тут должна быть. Сейчас найдем водичок. Тут красиво. Все, на необитаемом острове ты бы эту воду пил. Ну, отстоял бы, наверное, как-то прокипеть. Смотри, сколько их. А что кинуть будем сейчас? Какую-то краюшку хлеба. Здесь когда-то ходили Габсбурги. Габсбурги правили большей половины Европы. Они же не только Австро-Венгрии. Здесь очень прикольно, что тут все в черешне. И черешни эти вот они. Они довольно вкусные. Вот такие вот черешенки. Там дальше идет тоже вход в парк. Потом пойдем туда. И эта дорожка к кассам. Ну, вот такие все в черешне. В общем, любили Габсбурги, наверное, черешни. В память об этом тут, наверное, повысаживали. Кстати, черешни реально вкусные. Что это? Послание фашистских заплачек. К 아닙 bacterи. Какая-то. Так. А так как. Какая-то. 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 Aa! Пьетрая. Пьетрая. Тонская коряковка. Едемка. los�вербольдос hills. Абрег expства зах governments. Продолжение следует...